Правосудия в Казахстане нету! Это Абдурахим Бесен, хозяин дачи, которую власти изымают под госнужды из-за строительства корпусов Назарбаев университета. На компенсацию, предложенную властями в размере 30 тысяч долларов, купить равнозначное жилье в казахской столице невозможно. Судиться с государством бесполезно. Остается только протестовать. Если я не согласна, если мне некуда идти, если у меня нет жилья, почему я должна оставаться на улице? Я же такая же нуждающая, как и государство. А это, пожалуй, самая скандально известная дачница в казахской столице Сандугаш Серегбаева. Жилище многодетной матери также помешало строительство корпусов Назарбаев университета. 13 человек, 9 из которых малолетние дети, судоисполнители выкинули на улицу. 100 квадратных метров жилплощади власти оценили в 30 тысяч долларов. Несогласно с таким раскладом, многодетная мать в ноябре прошлого года, несмотря на холод, почти неделю протестовала на башенном кране, требуя равнозначного жилья. Однако власти даже слушать ее не стали и насильно спустили вниз. А сами миллионы получают, миллиарды получают и воруют. Из страны выводят все ресурсы, выводят все деньги, отдыхают сами. Господи, дай силы мне бороться. Мне седьмой десяток, но мне хватает силы бороться против таких мошенничества, идей, я говорю, бесчинства. Это последний митинг дачников в Астане. Из сотни изымаемых под госнужды дачных участков активно защищаются только 20 семей. Не добившись равнозначного жилья и увеличения денежной компенсации в судах, дачники начали объединяться в протестные группы. Весь прошлый год они митинговали санкции властей. Но, видимо, только сейчас поняли, что разрешенными митингами добиться справедливости вряд ли удастся. Придумал законы.